Здравствуйте, мои зрители дорогие! Погодка стала получше, в отличие от вчерашнего, хотя такой ветер холодный. Итак, главненькое, просто для тех, кто интересуется немножко будущим. Значит, прошли мы триггер один очень интересный, можно сказать, вчера-позавчера. Да, причем триггер этот, скажем прямо, ведет к нехорошим последствиям. Да, это типа вилки такой, переключатель. Лет 8-9 назад я это как бы ощущал, видел, да, ситуацию. Ну и вот вчера просто отметил так, параллельно, да, вовсе не связано там с обстрелом Севастополя ракетами. Ну, с другой стороны, это как бы такие совпадения все, что все события идут кучей, да, поэтому для кого-то важно обстрел ракетами, для других важно, что у них там умер кто-то или заболел, там, для третьих, что дети там пошли в школу, для четвертых глубоко вообще на все насрать, да, лежат на пляже где-нибудь в Таиланде, нежатся, да, для пятых там на скрести на хлеб там и так далее. Ну, у всех все разные. Видите, воскресенье, а дети бегают как эти, тренируют меня в бой, ну. Причем, явно погода не фонтан, да, а ветер. Ну, не самое лучшее время, как баба. Закалка закалки рознь, короче. Лучше в лес погулять сходили. Ну, ладно. И вот этот триггер, я не скажу, да, что он ведет нас к процветанию и прочее, прочее. Но это все закат вот этого вот, закат Владимирской идиотии, да, Володькиной идиотии, закат гебушной вот этой вот чухни. То есть сейчас, короче, смысл какая? Сейчас начнется просто массовый, массовый мор, короче, и разрушение мегаполиса. Поэтому будьте готовы, люди, живущие в городах-миллионниках, вам большой привет. Как бы... Ну и, кстати, еще с отбалом с зерном, да, ну, по сути, зерно. То есть чем это зерно, да, еда. То есть хлебно-стучный, зерновая сделка. И вот я сейчас покупаю хлебно-стучный. Просто так включился. Ну, и еще вчера я удивился, когда я вчера вот выскочил. Вот это вот копание, да, которое было в прошлом году. То есть показатель именно, почему именно слово триггер, да, это вот такое. Два устойчивых состояния имеют. Ну, и здесь вот два устойчивых состояния. Можно копать, можно не копать. То есть они как одно устойчивое состояние, новый асфальт, короче, который лежит, ну, месяц, не больше. Вот только неделю, как нарисовали вот эту вот разделительную, да, и тут же начинают копать, короче. И это уже третий год подряд такая хрень. И оно, знаете, ну, как это, день сурка, да, тут осень сурка повторяется. Поэтому, ну, как бы, ну, оно не может быть все время статично, да, механистично прокручиваться по одному и тому же сценарию, да, в конце концов. А сценарий я уже показывал, связан с тем, что большое количество воды, вон они там разрыли асфальт, срыли вон там, в школе. Поэтому вот так вот. Я, конечно, не говорю, что я там истинно в последней станции, но мои, как бы, вот эти вот ощущения, они, в принципе, меня особо не подводили никогда. Поэтому я мог бы, конечно, карты там раскинуть, тара, прочее. Ну, честно говоря, а, нет энергии, это требует энергозатрат, б. Мне, в общем-то, конкретика неинтересна, да, я общий поток ощущаю, куда идет. Вот, и третье, как бы, а кому это нужно-то, вопрос. То есть я, в принципе, в себе уверен, знаю, да, что будет. А кому это нужно? Ну, никому не нужно, как Вика Цыганова пела, ну и нафиг, короче. Все, всем спасибо. Может, что-нибудь более веселое снимем на досуге. Конкретно я в черном списке ютуба, вот сейчас стоял тут на углу, там ролик появился, очередная попытка сделать стрим. Это я уже постутреннюю предваряю, так сказать, или заключаю. То есть в черном списке при этом самое, что интересное, да, он начинает запускаться, короче, и на момент выйти в эфир просто обрубается. То есть, ну, понимаете, да, что это такое, никто не объясняет. Это не война, это не санкции, это не борьба. При этом, смотрите, куча народа, да, в рутубе, которые в общем и целом прогоняют матричную всю эту демагогию. Все нормально, стримы идут, короче, все обошляется, крутятся просмотры. Ладно, что мне, сейчас я вернусь к тому месту, где я утром снимал. Вот я говорю, что заела пластинку, видите, заела ее, заела.